МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жлобинского района запросили простойников Министерства Адукации и Аховы Здоровья, Департамента по ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС, выканавших комитетов. Першочерговую увагу звернули на работу с детьми, и ким опрача непосреднолячения пропануть комплекс додатковых бесплатных послуг. Об чём идти размова, ведая Олег Синсерову. Докладно подлечено, что за 30 паччарнобырских годов жахары и хомельские в области выезжали на оздоровление 4 млн 423 тыс. разов. В середнем это отримывается неде 150 тыс. заездов в год. Причём размова идти не о подпочинке, а миновито об оздоровлении. При этом амаль 90% с этой колькости неполнолетние. У реабилитационно-оздоровленческой центры про Одеска первых детей с потерпелых территорий приняли в 94-м. С того часу тут побывали каля 130 тыс. человек. А терминальные просовки дозволили не просто оптимизовать процесс оздоровления, а не изробить его больше разностайным. В усилякем разе только лечебными процедурами тут не обмяжёвываются. Приоритетная мета работы центра – створение уму для самореализации и творческого развития. Необходно, кажуть, выкрасить час знаходжения детей у здравницы для поширения их кругогляду и выявления с дольностью. Самое главное, чтобы приехал сюда не только оздоровиться и узнал что-то новое, познал себя. Для этого работают у нас шесть кружков дополнительного образования. Дети с удовольствием посещают. Почему? Потому что здесь и компьютерные игры, и сделай свою куклу, привези с собой подарок своим родителям. Отличительная особенность нашего детского центра в том, что сегодня оздоровляются дети с трёх лет. Необходность больше эффективной организации работы детских реабилитационно-оздоровленческих центров пломачивается тем фактом, что заразь лечение неполнолетних потерпелых территорий отжитивляется у первой червы, минавито у таких специализованных установок. В связи с чем-то речи сегодня огучивается пропанова по наданию больше пильной уваги экологичной эдукации. Необходно учить детей, как жить на заброшенных территориях и выполнять потребования санитарно-гигиеничного контроля. Отповедные занятки можно проводить на базе створных при оздоровленческих центрах школ. Тем больше, что сюда приезжают целыми классами. В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Перекананы приводить у здравницы детей выключенно с некими хворобами и патологиями Нильга. По-первых, это не спрея профилактиции, а по-другому, порушая аддукационный процесс. А как мы будем? Половина класса поехала, а половина будет учиться. Наоборот, мы ввели ещё единую путёвку на санаторно-курортное лечение и оздоровление, которая позволяет нам решить вопрос, чтобы выехал целый класс в сопровождении педагогов. И для всех эта форма приемлема и удобна. Леонарное посаджение открыл концерт «Рекиум», присвеченный 30-ти годию Чарнобыльской катастрофы. Юные артисты, дети с потерпелых району, не глядя дичина взрослые, они добрые ведаются об наступствах аварии. До речи, у Беларуси не стали спасаться на финансовые тяжкости и не обмежевали термин лечения неполнолетних за державный кошт. 24 дней медики лечить, что это оптимальный час, как досягнуть оздоровленческого эффекта. Адель Сентяров, Игорь Мариченко, телерадо-компания «Гомель», Жлобинский район. Тем часом завтра у Гомелли распочнулся международная науковая конференция, присвеченная 30-е годовине аварии на Чарнобыльской АЭС. Науковцы разглядят актуальную проблематику отдаленных наступствов Чарнобыльской катастрофы и радиоцинной медицины. Улику организаторов и удельников мероприемствов и науковцы Гомельского института радиологии. Про выники их науково-доследствия и працы наш наступный материал. Сегодня Гомельский институт радиологии – главная организация у реализации державной Чарнобыльской программы на 2016-2020 годы. История этого наукового центра наличия маль 30 годов, а сам факт его заявления связаны с трагичными подеями 1986 года. На момент аварии на Чарнобыльской атомной электростанции в Беларуси не было научных школ, научных коллективов и научных учреждений, которые занимались бы проблемами радиокологии, радиационной гигиены, вопросами сельскохозяйственной радиологии. Профильные науковые установы было выращено открывать у Гомеля. Одным из первых был створен белорусский филиал всесоюзного науково-доследствия института сельскохозяйственной радиологии. Позднее его переименовали в институт радиологии. Задачи перед установой поставили глобальные – провести комплексные доследования забруженных территорий и распроцовать науковым грунтованные рекомендации для ведения там сельской господарки. Первый проект мы реализовывали на территории Брагинского района – это Ксуп Моложенский. Это называлось восстановление загрязненных территорий в результате чернобыльской аварии с использованием новых экологических технологий. Правынники такой науково-доследствий працы лепш за усёк кажут с личбы. Запасля аварийный период поступление у сельскохозяйственную продукцию стронцию снизилось у 2-3 разы, а цезию – у 10-12. По экспертной оценке такие показчики на 55% – заслуга в учёных. Работы по вертанию забруженных территорий у сельскохозяйственной обороты в Институте радиологии протягиваются и зараз. Але это только частка доследований. Наш Институт радиологии буквально с 2011 года на протяжении 5 лет ведёт инвентаризацию земель, выведенных с хозяйственного пользования после Чернобыля. Я отметил, это 265 тысяч гектаров земель. Это огромная площадь. Сегодня Беларусь признанный сусветный эксперт у голене ликвидации наступства у техногенных катастроф. Такий статус высоко ценится. До нас за опытом приезжают делегации из усяго света. Але яща дорожай каштуе. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянка. Телерадуя компания «Гомель». У «Гомель» почал опрацовать колл-центр мытни по пытаниях перемещения товара у празмяжу. У новым информационным центры можно доведаться про потребование норм указа президента Республики Беларусь номер 40. Про огульные пытания перемещения товара у физичными особами отримать информацию можно по номеру 79-20-90. Колл-центр «Гомель» скато может не работать ежедневно с 9 до 6, а также в праздничные и выходные дни. С более подробной информацией о номерах и телефонах можно ознакомиться на нашем официальном сайте «Гомельская таможня». У выходные и святочные дни, а также в непрацованный час, информовать грамадян будут службовые особы оперативно-дежурного отдела по телефону у «Гомели» 79-21-09. 25-го красавика у Беларуси стартует «Тыдень доступности». Цикл мероприемства накерованных на оказание допомоги людям с инвалидностью. До республиканской кампании подключились адвокатские формирования. У нашем регионе бесплатные юридичные консультации, инвалиды могут отримать 28-го красавика. Скористаться макшимостью можно будет во всех адвокатских консультациях, бюро и навыту адвокатов, которые ожитивляют свою деятельность индивидуально. На бесплатную допомогу могут различовать люди, которые имеют группу инвалидности, а также родители таких детей. При этом с собой они должны иметь соответствующий документ. Даже если у человека такого статуса нет, а есть серьезные проблемы со здоровьем, его зворот так само не останется поза увагой. Мы готовы рассматривать каждого клиента с точки зрения того, что если у него есть какие-то проблемы, я призываю наших граждан, чтобы они не опасались обращаться к адвокатам за оказанием юридической помощи, чтобы они пользовались помощью адвокатов в решении своих насущных правовых проблем. Акция для этой категории грамадян проходит у Гомельской области с 2013 года. При этом, что год, колькасть зворотов растет. Людей цекают в питании земельного законодательства, жильевого, грамадянского права, отримания и льготы социальных гаранты. До речи, Гомельская областная коллегия не меньше за треть объема юридичной допомоги оказывает бесплатно. На месте установки нового аттракциона в Центральном парке Гомеля знайдена стародавняя керамика. Археологичные знаходки вывели будовники. На месте раскопок побывала Ганна Ковалева. По колью эти предметы ничем не одрозниваются от случайных каменев. На самой справе, под застарелым пластом земли, фрагменты керамичного посуду, и кем корыстались еще 10 с того делу тому. На этом месте был аттракцион «Веселые горки», который влюбили гомельчане и гости нашего города. Но уже время пришло, что аттракцион нужно было модернизировать, заменить. Поэтому здесь будет тоже аттракцион «Веселые горки», но уже более новый, более скоростной, с более лучшими техническими характеристиками. И при раскопках уже в фундаментных работах были найдены останки жилища старинного. Археологично гомель выучали вельми шмат. Практично что год на новых будавничих пляцоках возникала необходность аховных доследований. Раскопки не раз проводились они на территории головного помника гомеля Палацево-Паркового ансамбля. Однако на сёння шмат учим недоследованной застается та и его участка, где размещаны аттракционы. Дарача аттракцион «Веселые горки» простоял на этом месте свыше трёх десяти годзил. И весь этот час земля заставалась и не кранутой. В одной из траншей был обнаружен очень мощный пласт культурного слоя, который, естественно, надо исследовать, потому что он даёт материалы. Предварительно материалы идут 11-го, даже с конца 10-го, 11-го, 12-го веков. И потом период средневековья – это 17-й, 18-й век. Утые часы Гомель был центром Радзимирской земли, за развитой экономикой и гандлем. Уся материалы, знайденная на месте старожитного городища, дозволить удокладнить некоторые исторические известки. Усе знаходки будут очищены, доследованы и поступятся на заховывание у Палацево-Парковый ансамбль. Зараз работы с выкористанием буйной техники тут спынены. Будовництво вядется под контролем археологов. Дарыча увести новый аттракцион плановался у початку Жнивня. Однако, в связи с раскопками, это отбудется некольки поздней. Ганна Ковалева, Валера, Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У областным центра отбылся концерт под название «Лето на зауседы». Это суместный проект гомельского аутера и выканауца Вячеслава Корсы и украинского композитора Александра Удавенки. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Перед початком концерта на сцене Гомельского городского центра культуры репетиция за длевлости Гомеля от Киева дозвычайно и они проводятся дистанцейно. Суместные творы гомельского аутера и выканауца Вячеслава Корсы и украинского композитора Александра Удавенки створаются шляхом отправления записов один-адному. Собраться разом на одной сцене у них отрымалось литерально за годину до концерта. Вячеслав Корса – гомельский музыкант, лаурад шматликих конкурсов у Беларуси, России и Украине. Александр Удавенко – украинский композитор, який отрымал популярность после выхода у эфира «Сера Яла Сваты», для которого он написал музыку и песни. Суместный проект обо двух музыкантов лета на «Зауседы» – это сполучение душевных, щирых песен на верше Вячеслава Корсы и музыку Александра Удавенки. Мы хотели сделать музыкальные, душевные, какие-то очень теплые вещи, каждодневных, которые касаются всех. О чем мы поем в своих песнях? О любви, о нежности, об ожидании. В общем-то, о таких достаточно человеческих вещах. Поэтому мы очень надеемся, что понравится. Подчас концерту летом «Зауседы» артисты представили как выниксу местной творчести, так и своей особистой композиции. Два особные музыкальные блоки с авторскими песнями. Я к этому проекту шел, наверное, уже лет 20. Потому что действительно были попытки сделать этот проект, реализовать с этими же музыкантами, с другими музыкантами. Мы пробовали разные варианты. В конце концов, пришло все к этому. Были годы увлечения бардовской песней, которые дали тоже свой результат хороший. То, что научили обращаться со словом. Многие научили обращаться, работая, скажем, с другими какими-то музыкантами. Я работал как аранжировщик, научился чувствовать состав музыкальный, оркестр. Вот здесь возникает уже как квинтэссенция такого 20 прожитых лет. Суместный концерт Вячеслава Корса и Александра Удавенки лета на «Зауседы» отрымал колоссальный поспех у гомельской публики. А это значит, что он мает все шансы на гастрольный тур по Беларуси и Украине. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Делегация Гомельской области подписала четырех-баковый договор о супрацовнестве с гуманитарными и спортивными организациями Италии. Досягнутое погоднение стало выникам у делу гомельчан у национальном фестивале волонтерията у городе Лука. Документ, продуглеживая суместную делу у международных спаборництвах, саденничание у организации тренировочных сборов и развитию спортивных обменов. А прача того, баки домовились представлять интересы один-одного на перемовах с потенциальными партнерами, давать полную информацию об их добронадейности, а так само оказывать саденничание у реализации суместных проектов у сферы делового, промыслового, медицинского и культурного туризма. У приватности итальянский бок уже выказал зацекавленность у организации полевничных туров на территории Гомельской области. А прача того досягнуты домовленности об проведении сборов белорусских спортсменов у Италии и предоставлении тренировочных баз нашего региона для итальянских спортсменов. Очень интересуются нашими базами, интересуются нашими 50-метровыми бассейнами. Мы уже оговаривали конкретные технические вопросы по тренировкам спортсменов из Италии на наших базах пловцов. Технические вопросы решали по организации тренировочного процесса волейболистов на территории Италии, биатлонистов и художественной гимнастики. Это и другие новости вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова